В период больших выходных очереди на пункте пропуска Брест традиционно увеличиваются. Представители пограничных служб объясняют повышенный пассажиропоток увеличением количества туристических и шоппинг-поездок не только Брещан, но и жителей соседних областей. На минувших больших выходных увеличилось количество граждан, пересекающих границу на выезд из Республики Беларусь. Связано это в первую очередь с продолжительными выходными днями. В основном люди ехали для приобретения различных товаров в сопредельном государстве. Наибольшие очереди образовались в воскресенье, а также в ночь с воскресенья на понедельник. Тогда количество легковых автомобилей, которые следовали на выезд из Республики Беларусь и стояли в очереди, достигало 450 автомобилей и, кроме того, свыше 30 автобусов. В настоящее время в очереди на выезд из Республики Беларусь не превышает 200 автомобилей. В то же время многие путешественники выражают свое недовольство организации пограничного контроля. Это объясняется нежеланием польской стороны идти навстречу белорусским коллегам. К сожалению, вынуждены констатировать, что сопредельная польская сторона по-прежнему принимает людей существенно меньше от нормы, которые прописаны в международных договоренностях. Так, в среднем они принимают около 20 автомобилей в течение часа. В соответствии с имеющимися договоренностями, это количество в случае возникновения чередей должно быть увеличено до 70. Учитывая небольшое количество автомобилей, которые принимает польская сторона, мы также ограничены в возможностях запуска транспорта в пункт пропуска. В настоящее время за моей спиной вы можете наблюдать очередь из автомобилей, которые прошли все виды контроля на белорусской стороне границы и ожидают, пока их впустят поляки. К сожалению, пока эти машины не выйдут за пределы Республики Беларусь и не въедут в польский пункт пропуска, мы не имеем возможности запустить в наш пункт пропуска автомобили, которые в настоящее время находятся в очереди. Несмотря на ожидание и большую очередь, настроения у стоящих на границе позитивные, а водители с пониманием относятся к возникающим задержкам. В 6 часов въехали в ЭКО, ну каждые 3 часа продвижка идет, грубо говоря. В 9 утра выехали из ЭКО, в 12 часов въехали на 100 метров, к 3 часам. Будем надеяться, что пройдем до моста, а дальше как получится? Часто ездите в хуже? На работу, раз в месяц. Да вообще ситуация не меняется в лучшую сторону, только в хуже, назад проще ехать. Хотя опять же, назад тоже проблемы есть. Дорога узкая, на Красный канал все забито, перекупщики едут, все везут. Проехать на зеленый приходится стоять иногда очень долго. А так, по граничникам вообще никаких претензий, как и к таможенникам в принципе. Все хорошо. Мы рекомендуем путешественникам заранее планировать свои поездки, выбирать менее популярные дни и часы для пересечения границы, а также все-таки запастись терпением и быть готовым к ожиданию. Василий Набускевич, Дмитрий Литвинек, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Продолжение следует... Продолжение следует...